Здравствуйте! Сейчас в самом разгаре сезон цветения декоративных подсолнухов. Как французы их называют, tournesol. И именно эти чудесные цветы подтолкнули меня к новой сервировке. Хочу вам показать ее в этих солнечных цветах, мою сервировку. Давайте посмотрим. За основу я взяла такую темно-темно-зеленую скатерть, очень глубокого зеленого цвета. Мои любимые тарелки Жиен. Вы их уже видели. Это Кант Акапулька. Сейчас покажу вам их ближе. Вот они очень такие строгие. А верхние, это такой набор в стиле бракант, назовем его, потому что 6 тарелок. В наборе 6 тарелок совершенно разных. Конечно же, такие медово-горчичные, медовые или медово-янтарные бокалы. Под вино, под воду будут у нас вот эти вот прозрачные. Порт Куто. Салфетки я скомбинировала два цвета. Такие немножечко коричнево-землянистые, размытые. И вот эти вот светлые под цвет тарелок. Так как это у меня будет французский обед или даже французский ужин, у меня столовые приборы засервированы во французском стиле. И на десерт на французский манер будут подаваться сыры. Поэтому ножики десертные для сыра сервирую здесь поверх тарелки. У меня новинка в моем посудном гардеробе. Это вот эта чудесная масленка. Посмотрите, какая очень удобная, потому что здесь вот есть такая специальная стеклянная подставка, куда выкладывается масло. Еще новинка у меня на моем посудном гардеробе, это таких два чудесных кувшина для вина. Но в них можно наливать и воду. Я думаю, что одну воду я сделаю с лимоном, с розмарином, а другую сделаю просто с лимоном или с лимоном и мятой. Цвет свечей поддерживается цветом салфеток. Видите, так все гармонично. Получается треугольник. Свечи, бокалы, салфетка. Чудесные роузболы. Основной роузбол в центре стола, с такими тоже солнечными цветами, немножко разбавленные светлыми розами. И вот эти вот одиночные, единичные роузболы, такие высокие. Вот как раз мои декоративные подсолнухи. Так, по традиции, схема стола. Шесть человек, шесть персон. Обойдем вокруг стола. Все на месте. И всем приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...